приветствую всех любителей бисероплетения сегодня снова с вами Ольга Кожакару и сегодня как я вам уже говорила мы будем продолжать дополнять вот наш комплект вот к этому браслету какой мы сделали на прошлом уроке вот такой браслет у нас получился и я еще сделала вот такой кулончик и сережечки хочу напомнить всем нашим гостям и подписчикам нашего канала что если вам нравится то что вы видите не забывайте ставить лайки мне это очень приятно а если гости нашего канала хотят получать новые мастер-классы не забывайте подписываться на наш канал и так мы снова соберем с вами материалы какие нам необходимо для этой работы это как вы помните вот такие бусины рула я брала вы по желанию конечно видите они разноцветные такие разномастные вы по желанию можете выбирать и либо одного цвета из всей этой вот из всего этого пакетика возможно выбрать и одинаковые либо как я считаю что разный цвет абсолютно не портит внешний вид нашей работы поэтому мы будем продолжать делать тоже вот с разным цветом нам понадобится бисер в десятом размере золотого цвета я взяла нам понадобится немножко немножко понадобится в красном цвете в десятом размере и также нам понадобится бусины ронды размером 4 на 2 миллиметра и так и так как и в браслете я вот приготовила иголку с леской и леска у меня 0 2 миллиметра как в браслете мы будем набирать три пары бисеринка и бусина рула и закрыва закроем в колечко протянем на край лески вот эти три пары и закроем в колечко завяжу еще пару разов пару пару узелков чтобы у меня вот это все не расходилась и разъезжалась так и теперь мы будем делать контур на наш вот этот треугольничек до будем набирать две бисеринки заходим верхнюю дырочку набираем 4 бисеринки то есть все тоже что мы делали в браслете давайте уже я не буду долго останавливаться на этом и сделаю это за кадром вот это то что мы делали с вами для нашего браслета то есть исходный элемент которые вот мы много много раз сделали и соединяли уже друг с другом чтобы получился наш браслет то есть вот такие вот элементы мы делали значит я вышла вот опять в эту среднюю часть и теперь мы будем вот так сгибаем наши эти два треугольничка и начнем доплетать вот здесь еще один треугольничек и с противоположной стороны и еще один треугольничек но разница будет у нас в том что у нас будут общими какие-то вот бусины я вышла вот эти центральные бусины и бисерин бусину и бисерины чтобы мы начали наше плетение набираем 5 бисерин 5 бисерин закрываем колечко и пока что все делаем так же как и в предыдущих наших треугольничках набираем здесь три пары рула и бисеринка три пары закрываем закрываем на бисеринке из какой вышли и проходим еще две следующие бисерины так подтянули хорошенько расправили все заходим во вторую дырочку роллы еще раз подтянем набираем 4 бисерины закрываем колечко на вершине рулы две бисеринки 4 бисеринки хорошо подтягиваем все последние четыре бисеринки и соединяем вот то есть пока что мы делаем все то же самое что делали до сих пор в предыдущих наших треугольничках вот здесь мы делаем вершину уголочек добавляем одну бисеринку проходим две бисеринки и вот здесь мы уже соединяем два наших треугольничка вот так то есть я прохожу следующие две бисеринки из нового треугольничка бисерина здесь добавляем снова то есть у нас в этих в этой конструкции две общих бусины рондель а здесь мы добавляем новый набор бисеринка бусина рондель бисеринка и делаем последний уголочек пройдем через общие бусины ронды и бисерина рондель бисерина вот так да и выйдем вот в эти вершины все пройдем через эти вершины и соединим их между собой вот у нас есть три бисеринки вершины да мы сейчас их соединим между собой в колечко чтобы они у нас не разъезжались вот так и что я еще делаю вот я сейчас выйду в начало нашей работы то есть где мы делаем вот эти начальные колечки вот так даже если получится вот сразу и через рулу выхожу да и и наберу еще по одной золотой бисеринке и пройду по тем же дырочкам начальным наших бусин руды вот так поправляю бисеринки чтобы они вот к центру были у меня расположены ближе вот так захожу в бисеринку и пройду мозаикой используя красные бисерины вот что у меня получается да выйду снова в золотую бисеринку и набираю три бисерин золотая красная золотая снова пройду по всем золотым бисеринкам какие вот мы набрали золотая красная золотая и таким образом мы задекорируем вот отверстие между бусинами рулы и в то же время какую-то красоту добавляем да вот так вот и точно так мы должны переходя по бисеринам задекорировать вот все наши вот эти отверстия какие у нас есть вот то что у вас должно получиться вот у нас остается только одна сторона не закрытая причем это тот же треугольничек но у нас здесь уже есть все общее вот эти бусины рундели поэтому я перехожу сейчас в один из этих наборов в любой какой вам ближе вот к вашей игле и начинаем плести точно так набираем изначально 5 бисерин так я сейчас добавлю немножко золотого бисера мне уже не хватит здесь вот так и набираем 5 бисерин 2 3 4 5 и делаем все как и в предыдущий раз только уже начинаем соединять за вот эти вот общие бусины за общие бусины набираем как мы делали до сих пор три пары room рула и бисерина закрываем колечко и сразу две бисерины проходим 4 бисеринки вот пока я еще не закрыла для моего кулончика я набирала две вот такие две вот такие вот два таких элемента они расположены вот таким образом друг к другу то есть у них нет как раз вот этой стороны а я просто добавляла здесь треугольничек еще здесь треугольничек здесь треугольничек соединяла их между собой и опять таки не забывать что есть у каждого треугольничка есть общая сторона то есть вот эти бусины а мы продолжаем нашу серьгу так 2 а 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 иначе не и начинаем соединять уже вот все наши общие стороны делаем вершину делаем вершину делаем вершину за общие бусинки проходим две бисеринки делаем уголочек вот видите подтянули соединяем за последние две общие за последние за последний набор вот общий выходим две бисеринки набираем уголочек центральный и я прохожу снова вот смотрите начало теперь мне надо везде соединить вот эти вершины вот чтобы они у нас не проваливались видите я выйду по бисеру вот в эти центральные три бисеринки пройду по кругу и двигаясь дальше чтобы вот все уголочки вот так соединить между собой двигаемся дальше а вот все все И у нас остается вот последняя сторона, не соединенная. Последний уголочек. Продвигаемся аккуратненько. Как видите, вот здесь уже проваленная. Мы немножечко сейчас возьмем все это, приподнимем, чтобы у нас вот так вот поправилось. Вот во избежание вот таких вот моментов, когда вот ваши бисеринки будут проваливаться вовнутрь. Поэтому нам нужно все это закрепить 2-3 раза, пройти по вот этим вершинам. Вот это то, что у нас получилось. И только одна сторона у нас остается незакрытой. Вот это последнее, что мы с вами пришили. Последний это треугольничек. Ну, я должна сейчас вот прошить насквозь пиной. Возможно, здесь очень хорошо мы стянули, поэтому мы немножечко вот так иголочкой сделаем пространство. Немножко, чтобы мы могли пройти пиной нашей насквозь. И пиной мы пройдем на эту сторону. Вот так. Здесь мы возьмем одну бусину и сделаем петелечку под швензу. Вот я уже приготовила, в принципе, швензу и к швензе прицепила такой же длины цепочку, как вот у меня в этой сережечке. Вот так. Колечко я не обрезала, а делала несколько оборотов вот так. Ну, и вот здесь, чтобы у нас, в принципе, все это не проваливалось, я здесь сделаю то же самое, что делала вот, чтобы наша бусинка здесь не болталась. Набрали одну золотую, проходим в следующую дырочку рулы. Если в процессе работы вы придавите невзначай, нужно поднять все это иголочкой аккуратненько. Пройдем красными бисеринами. И здесь на вершине я делала немножечко по-другому. То есть красная, золотая, красная. Такие вот будем делать. Уже в конце работы мы поправим немножко то, что мы придавили. То есть мы сделали такую же, как вот здесь мы верхушечку делали. Только здесь мы сделали немножечко в другом порядке. Не золотая, красная, золотая, а красная, золотая, красная. Вот так. И теперь мы перейдем на эту сторону, чтобы здесь завершить тоже нашу работу. Хотя это можно было, конечно, сделать и раньше. Ну, в принципе, вот так. 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 Ищите пути, по каким вы меньше всего проходили. По тем бисеринкам проходите, чтобы вам было удобно. И вот опять у нас здесь есть три бисерины. Какие мы здесь соединяли, это вершины. Пройдем между ними по одной золотой бисеринке. Теперь по красной бисеринке. И заканчиваем вот таким образом. То есть золотая, красная, золотая. Так. Нам нужно выйти в золотую бисерину. Так. Золотая, красная, золотая. Золотая, красная, золотая. Золотая, красная, золотая. Все. С бисером мы закончили работу. Нам теперь нужно только завязать узелочки и спрятать все в бисере, чтобы у нас все это было спрятано и не проглядывало нигде. Золотая, красная, золотая, золотая. Завязываем три узелочка. Где у вас будет возможность завязать, завязывайте там три узелочка. Наша сережка в принципе осталось только подвесить. на цепочку. И наша сережечка. Сережечка готова. Это пара к моей сережке. Ну, на кулончике я делала два ряда. То есть, если здесь я проходила по одному ряду, когда брала по три бисеринки, здесь я делала вот по два ряда бисеринок. Сверху по одной, по одному ряду, а здесь по два ряда бисеринок. И в центре поставила бусину. Само плетение остается таким же, как вот и в браслете, и как в первой сережечке. Итак, на этом я заканчиваю наш урок. Не забывайте подписываться на наш канал, если хотите получать новые мастер-классы. Всего вам доброго!